Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Ну, совсем недавно, значит, актер Дмитрий Певцов высказал свое мнение относительно того, что необходимо закрыть программы, подобные программе Малахова, но в первую очередь его программу и все остальные, которые, в принципе, можно назвать одним «большая стирка». Он порассуждал, сказал, что нужно все-таки воспитывать в людях что-то доброе, что-то светлое, а не копаться в чужом грязном белье и делать по нескольку программ после смерти человека, начиная с дележки наследства и обязательно, значит, посолив это все и поперчив какими-то скандалами между наследниками. И вы знаете, я очень люблю и уважаю этого актера, очень люблю фильмы с ним, Олег Басилашвили, он высказался на эту же тему, и я очень рад, что не просто граждане, я имею в виду живущие на земле, мы с вами, не просто зрители стали высказываться, а стали слышать, стали слышать людей и высказываться на эту тему, медийные личности, Дмитрий Певцов, Олег Басилашвили и так далее. Почему? Потому что, я еще раз повторюсь, если мы с вами то, что здесь скажем, услышат два с половиной тысячи человека, я условно говорю, да, но небольшое количество людей, то то, что говорят эти люди, сразу печатают СМИ, об этом говорит вся страна и так далее, то есть это те люди, которые могут влиять на общественное мнение. Басилашвили призвал избавить телевидение от шоу Малахова. Собственно говоря, он сделал то же самое, что и Певцов, но сказал немного по-другому. Значит, народный артист СССР Олег Басилашвили призвал избавить российское телевидение от передач вроде «Дома-2» и ток-шоу Андрея Малахова. Но «Дома-2» закрыли, очевидно, когда был совет по правам, совет по культуре, простите, при президенте, тогда озвучили эту проблему. Кстати, про Малахова там тоже говорили, но закрыли почему-то «Дома-2». Наверное, выбрали самую такую одиозную передачу, которая дебилизировала, с моей точки зрения, подрастающее поколение, да и не только подрастающее, длительное время. Я вообще не представляю, как она столько лет существовала. Потому что, если вы хоть раз видели, что там происходило, она ни дня не должна была существовать в обществе, в котором воспитываются какие-то морально-нравственные ценности, высокие идеалы, этические нормы и так далее. Как сообщает РИА Новости, Басилашвили высказал мнение, что бороться с подобными программами следует не с помощью цензуры, как, кстати, это предлагал делать певцов. Он предложил сделать специальные комиссии, в которых будут включаться деятели культуры и так далее, и они будут одобрять или не одобрять. И он сказал, что ни одну программу Малаховскую не одобрили бы. Басилашвили идет с другой стороны. Он говорит, бороться следует не с помощью цензуры, а методом воспитания общества. Мне вот, я с певцовым согласен с точки зрения закрытия этих программ, но с точки зрения цензуры, мне это показалось тоже довольно-таки таким странным, потому что мы это уже проходили, вы знаете, когда. А вот метод воспитания общества, я считаю, да. Вот мы возьмем музыку с вами. Я уже говорил, что музыка, она может воспитывать духовность человека, а может низвергать его к животным инстинктам. Сейчас музыка, молодежная музыка, если вы возьмете Бузову, Моргенштерна и так далее, что они делают? Они развращают молодежь с точки зрения не воспитания духовности, а они низвергают молодежь к животным инстинктам. Вот только лишь. Почему? Для чего? Кому это выгодно? Ну, я думаю, что вы знаете все ответы на все эти вопросы, ответы. Вот что говорит Басилашвили. Я думаю, что само умонастроение общества должно постепенно исключить подобного рода передачи из нашего телевизионного обозрения. Вы знаете, но для того, чтобы умонастроение общества было на таком уровне, чтобы эти программы были исключены, самосознание и некий уровень культуры общества должен быть на очень высоком уровне. А чтобы он был на очень высоком уровне, нужно этот уровень культуры повышать, поднимать. Поднимать с школьной скамьи, поднимать с студенческой скамьи. Да и для взрослых тоже. Но когда вы вместо каких-то научно-популярных программ и так далее видите шоу «Большие стирки», очень сложно поднимать уровень культуры. Очень сложно. У нас на самом деле, при всем при том, что, как мне кажется, ну чуть ли не сознательно этот уровень культуры уже опускают не до ноля, а еще ниже, у нас огромное количество людей читающих, огромное количество людей мыслящих, думающих. Подпочитайте комментарии, вы увидите, насколько люди, в частности, наверное, в голосе дети, оказывается, имеют высший уровень культуры, понимая, что, ну вот в этом платье, в котором пришла лобода, даже на вечерний прием, где взрослый мужчина, не придешь, потому что это стыдно, это с точки зрения общества будет, ну как-то слишком легкомысленно и просто пошло, не то, что прийти к детям. Люди это понимают, да, со своим уровнем культуры. И он оказывается выше, чем у этих деятелей культуры, которые сидят в жюри. Получается, можно просто с улицы брать людей, и они будут более полезны и эффективны там, чем эти деятели так называемой культуры. Поэтому, в общем-то говоря, у нас агрессия в обществе крайне, крайне сильная. И она зашкаливает, но она зашкаливает именно потому, что очень сложная социально-экономическая обстановка. Поэтому те, кто говорит, что все отлично, все замечательно, у нас все прекрасно, но возмущается, что агрессивное общество, что в комментариях, например, много агрессивных людей, то есть они говорят, у нас все отлично, у нас, так сказать, власти делают все замечательно, у нас все просто идеально. Потом говорят, ну вот в комментариях сидят агрессивные, озлобленные люди. Это люди, которые противоречат сами себе, потому что они характеризуют, кто сидит в комментариях, там же сидят не инопланетяне, да сидят граждане нашей страны. Но если они озлобленные и люди, которые восторгаются тем, что сейчас есть, признают это, да, уровень агрессии зашкаливает, наверное, стоит признать тогда, что и задаться вопросом, почему этот уровень агрессии зашкаливает, и найдется ответ, потому что социально-экономическая обстановка в стране крайне тяжелая. И тогда сразу находится другой совершенно аргумент, что не все прекрасно. Да, далеко не то, что не все прекрасно, а все непрекрасно. Понимаете? И тогда сразу вот этот вот, мне кажется, диссонанс, он, его можно убрать. Потому что я встречал людей на просторах интернета, которые говорят, у нас все замечательно, у нас за последние годы много сделано, у нас просто вот великолепно все во всех сферах, не надо ругать и так далее. А люди сидят озлобленные у нас. Вот посмотрите в комментариях, какие сидят люди. Так это люди, это граждане страны. Почему они такие? Не потому что они, вы знаете, причем совершенно разных возрастов, совершенно в разных находящихся субъектах федерации, не потому что они какие-то плохие, а есть хорошие, а потому что люди озлоблены из-за того, что денег нет, из-за того, что они видят какие-то безумные покупки там в шоу-бизнесе за десятки миллионов рублей, из-за того, что они понимают, что на стол пожрать нечего поставить. Вот из-за этого они озлоблены. И когда вы говорите, все прекрасно, но люди озлоблены, вы же противоречите сами себе. Это же очевидная вещь, очевидно абсолютно. Значит, Басилашвили подчеркнул, я извиняюсь, что я от темы отклонился, подчеркнул, что ответственность за популяризацию скандальных и безнравственных передач во многом лежит на работниках культуры. Олег Басилашвили делает великолепное заявление, знаете какое, отличающееся от всех заявлений всех людей до этого. Все люди говорили о передачах, давайте закроем там комиссии, цензуры и так далее. Басилашвили в силу возраста, я думаю, позволил себе сказать то, что он сказал. Послушайте, ответственность за популяризацию скандальных и безнравственных передач во многом лежит на работниках культуры. То есть он напрямую говорит, есть у нас Министерство культуры. Никто не решался сказать. Почему? Потому что скажите, будучи актером или певцом или певицей, вы завтра перестанете играть, перестанут вас приглашать везде. А Басилашвили уже в силу авторитета, возраста и так далее, я думаю, может позволить себе сказать такие вещи. И он напрямую делает отсыл к деятелям, к работникам культуры. Почему вы позволили сделать из телевидения помойку? Почему вы позволили существовать такое длительное время Дому-2? Почему? Почему вы позволили? Это же очевидно не способствовало укреплению института семьи. Это знали все. Сколько петиций было. Люди говорили, уберите это. Почему работники культуры позволили? Почему работники культуры позволяют Моргенштерну быть и петь те песни, строчки, из которых, если вы произнесете, вас задержат правоохранительные органы, а он поет на всю страну? Почему работники культуры позволяют Бузовой рассуждать о гимне, о исполнении гимна на Параде Победы, а в Госдуме на это реагируют, как будто больше не на что реагировать? Басилашвили очень хорошо сказал. Он сказал с отсылкой на работников культуры. Почему это происходит? И может быть все-таки Министерство культуры должно озаботиться тем, чтобы поднимать уровень культуры населения, чтобы эти программы просто ушли. Потому что не будет чего? Запроса. Не будет кнопки, нажатой на программы эти. И рейтинга не будет. А зачем тогда эти программы держать, если нет рейтинга? Нельзя вставить рекламу и нельзя, соответственно, получить денежки. Значит, вот что пишут. Друзья, ну Шукшина, вы знаете, она собрала круглый столб на тему вакцинации. Вообще Шукшина на самом деле довольно так крутоватые заявления делает. И очень такие справедливо, честные. Многие пишут, что семейство Шукшиных, в принципе, за последнее время тоже частенько и на этих программах побывало и так далее. Но Мария Шукшина, я считаю, что она, конечно, делает очень справедливые, очень четкие заявления. И я с ней во многом согласен. Друзья, пишите ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу. Согласны, не согласны с Басилашвили. Значит, с моими рассуждениями. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на мой основной канал, телеграм-канал, ссылочка в описании в зацепленном комментарии. Твиттер Будда Гришна, инстаграм Будда Гришна, нижняя подчеркивая ничка. Всем пока, до встречи.